Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня у нас с вами возвращается рубрика Косметичка месяца. В декабре 2020 года я планирую пользоваться всеми этими средствами. Большую часть из них я сюда отложила, потому что я собираюсь их тестировать для своего канала и потом выкладывать отдельные обзоры. Так что если вас что-то из этого заинтересует, не забывайте, что вы всегда можете написать мне об этом в комментариях. И я поподробнее расскажу об этом средстве в одном из следующих видео. Итак, поехали! Вот это вот все, это то, что я отложила для себя. Надеюсь, что я все смогу толком протестировать. Давайте, пожалуй, начнем с палеток теней, потому что это самое-самое интересное и это я обожаю больше всего. Ну что ж, вся эта кучка это средств для глаз, которые я планирую использовать в этом месяце. На все три палетки я планирую сделать отдельный обзор, потому что они, на мой взгляд, заслуживают отдельного обзора. Так что если вы хотите увидеть подобное видео, то не забывайте поддержать меня лайком и комментарием. Палетка Noti у меня сейчас пойдет самая первая на тестирование, потому что она самая новая из всех трех палеток. На самом деле я не совсем понимаю, почему здесь написано нюд и в каком месте вообще данная палетка является нюдом. Худ Бьюти, видимо, считает так же, как Наталина, что ее нюд может отличаться от нюда обычного человека. Потому что данная гамма, согласитесь, ну никак, никак не может быть нюдом в особенности для девушки со славянской внешностью. Здесь нюдом, ну просто и не пахнет. Вот палетка красивая, я не пожалела, что ее купила, я уже говорила в предыдущем видео то, что я изначально не хотела брать эту палетку, потому что ее гамма меня не привлекла. Но Алена Ратнер со своим обзором меня переубедила, и я все-таки решила, что палетка мне нужна. Вот уже неделю я ее тестирую, пока что обзор выпустить я не готова. Неделя это очень мало, я еще чувствую, что не наигралась с этой палеткой, но уже могу сказать то, что мне палетка понравилась. Причем понравилась больше, чем новый нюд. Новый нюд я вообще планирую продавать, потому что я не использую эту гамму, но здесь, несмотря на то, что гамма очень похожа, здесь больше интересных финишей, которые лично на мой взгляд работают на мне лучше. Здесь, как всегда, хорошие матовые оттенки. К этим матовым у меня нет вообще никаких претензий. Они тушуются великолепно, они мягчайшие и нежнейшие. С тушевкой этих матовых нет вообще никаких проблем. Единственное, что у меня руки растут из жопы, честно вам признаюсь, и потому порой с этой палеткой у меня получаются немного грязноватые тушевки. Но я пока что не виню в этом палетку, я виню чисто себя, потому что понимаю то, что моих макияжных навыков, конечно, в последнее время очень не хватает. И я как будто бы с этим дурацким карантином деградировала и крашусь хуже. Но это чисто моя проблема, а не палетки. Новая, интересная вот такая формула, которая похожа на какое-то желе, двустороннее, дуахромное тоже, меня сильно привлекает. Больше всего, конечно же, как и всем блогерам, мне понравился оттенок Passion, потому что он дает красивый сиренево-розовый туахром. Этот оттенок, на мой взгляд, полюбили просто все, кто использует эту палетку, и не зря, потому что он действительно очень-очень красивый. Самый странный оттенок в виде то ли граната, то ли яиц, насекомых, пока что вызвал во мне больше всего негатива, потому что данный оттенок поверх каких-либо других теней не смотрится вообще, он ничего не делает навеки. А если наносить его в качестве базы, для того, чтобы шиммеры потом садились более ярко, чтобы они смотрелись более пигментированно, в этом случае данный оттенок просто скукоживает века, и тени скатываются. В общем, пока что нужно с этой палеткой побольше пообщаться, поближе, но мне она пока что очень даже нравится. Вторая палетка, с которой я собираюсь играться этой зимой, этим декабрем, это Tom Ford Pretty Baby. Ее я тоже показывала в предыдущем видео. Очень красивая палетка, здесь я все еще храню защитный вкладыш. Эта палетка, вне сомнений, интересна тем, что она холодная, и то, что она дорогущая. Мне, конечно же, безумно было интересно попробовать эту формулу Tom Ford, от которой все сходят с ума. Вот можете посмотреть, сейчас очень красиво выглядит палетка. Конечно же, самый интересный оттенок это вот этот доохром, сиренево-розовый. К слову, он именно так же потрясающий и наносится на глаза, как он наносится на сводчах. В этом плане этот оттенок меня не подвел, я от него осталась в восторге. Но пока что я, честно говоря, не поняла всеобщих восторгов по поводу этой палетки. Но и справедливости ради, я пока что использовала эти тени всего лишь один раз. Нужно с ними определенно больше пообщаться. Следующая палетка это, конечно же, Наташа Денона Мини Ретро. Потрясающе красивая палетка. Эта палетка по своей гамме уже меня влюбила. Я в восторге от ее сводчей. Я в восторге от того, как она смотрится на глазах. На глаза оттенки передаются не так классно, как они выглядят на сводчах, к сожалению. Вот этот красивый розовый оттенок на сводчах выглядит, как будто бы он с влажным сиянием. На веках он на мне практически не виден. Вот этот зеленый серебристый передается именно так, как на сводчах. К нему нет никаких претензий. Он великолепен. И я его просто обожаю. Я уже готова петь Оду Любви этому оттенку. И самый последний оттенок это светлый топпер. Он на глаза не передается так хорошо, конечно же, как на сводчах. Но мы этого и не ожидаем от топперов. Но он действительно придает небольшое сияние. Не могу, к сожалению, его сильно похвалить. Потому что, в принципе, не люблю подобные топперы, которые еле видны и немножечко придают сияние. На мой взгляд, подобная текстура все-таки у Шарлотты Тилбери получается лучше. Но здесь это тоже, в общем-то, неплохо. И сочетание розового и вот этого оттенка дает достаточно неплохой результат. Я все еще не наигралась с вот этой однушкой для жидких теней от Metal Hype от Luxe Visage. Оттенок номер 10. Я вам уже все уши, наверное, прожужжала про эти жидкие тени. Поэтому долго про них распространяться не буду. Это красивый сиреневый оттенок. Мне нравится он для быстрых макияжей. Когда мы наносим его на все веко и в складку какие-нибудь румяна, тогда этот оттенок смотрится просто потрясающе и делает действительно очень красивый макияж. И также я выбрала для этого месяца этот оттенок в качестве возможной базы для палетки Huda Beauty Noti. Потому что там тоже такие красновато-сиреневатые цвета есть. И я думаю, что этот оттенок может послужить для очень даже неплохих макияжей. Также я взяла на этот раз карандаш от NYX в таком фиолетовом оттенке. Я очень давно не использовала этот карандаш. Он у меня лежит, честно говоря, без дела. Но я решила все-таки с ним еще раз пообщаться и попробовать достать его для палетки Тома Форда и тоже для Huda Beauty Noti. Как видите, здесь красивый фиолетовый оттенок. Следующие два карандаша к нам присоединяются. Это Шарлотта Тилбери и Виктория Бекхам. Шарлотта Тилбери я уже показывала. Это знаменитый карандаш Vokov No Shame. Он скорее коричневый, но с достаточно ярким таким красно-оранжевым подтоном. Этот карандаш отлично подойдет к той гамме, которую я сейчас выбрала. В особенности к Huda Beauty. Поэтому он, собственно, с нами и будет в этом месяце. И второй карандаш это Виктория Бекхам. Этот карандаш более чем очевидный выбор для данных палеток, потому что черный здесь будет как раз к месту. Очень мягкий, нежный карандаш. Он великолепно держится в слизистой. Он не отпечатывается, что очень хорошо. Но эта зараза крайне стойкий карандаш. И каждый раз, когда я пытаюсь этот карандаш стереть со своих глаз, я замечаю на своих глазах небольшое раздражение. И кожа под глазами выглядит такой, как будто бы я постарела лет на 10. Мне это, конечно, безумно не нравится. Быть может, просто этот карандаш либо не подходит моей коже, либо, быть может, я его неправильно смываю. Напишите, пожалуйста, как вы смываете стойкие карандаши со слизистой. Потому что у меня с вот этим карандашом постоянно проблема. И, возможно, именно из-за этого мои глаза и претерпевают, в общем-то, такое сильное раздражение. И последние два средства из категории для глаз это тушь. Тушь я в основном планирую использовать от Honest Beauty, где находится с одной стороны тушь, с другой стороны праймер. Я один раз уже успела накраситься этой тушью и подобрала себе вторую. Потому что есть ощущение, что с этой тушью мы не подружимся. Я, как уже сказала, всего один раз ею пользовалась. Она дала красивый эффект на глазах. Но как же сильно она осыпалась. Это просто какое-то наказание. Она осыпалась буквально каждую минуту у меня в глаза. Я весь день ходила, как будто бы заплаканная. Мне весь день что-то в глазах мешало, что-то туда сыпалось. В общем, ощущения были не из приятных. И, как вы понимаете, я в тот день была на работе, и смыть макияж у меня возможности не было, пока я не вернусь домой. И, соответственно, весь день я просто страдала. Возможно, она еще раз красится и исправится, на что я и надеюсь. Но если она не исправится и будет себя все так же гадко вести, то я взяла себе второй вариант туши на этот месяц. А именно Pillow Talk Pusha Plashes от Charlotte Tilbury. Я уже рассказывала про эту тушь в видео про фавориты осени. Так что можете там посмотреть более подробный обзор. И также совсем забыла показать, тоже из категории для глаз отложила себе керлер от бренда Kevin O'Coin. Очень, кстати, неплохой оказался керлер. Я уже рассказывала в одном из предыдущих видео, что у меня с керлерами плохая ситуация. Я одно время пользовалась полгода керлером и после этого стала замечать, что ресницы у меня стали ломаться. Часть из них стала смотреть в глаза, глаза колола. Эти ресницы глаза мне кололи. И, в общем, было нехилое такое раздражение, после чего я керлерами пользоваться перестала. Kevin O'Coin это вроде как хорошие керлеры, поэтому я решила дать второй шанс данному девайсу. И пока что не пожалела, потому что действительно неплохой керлер. Я им не пользуюсь каждый день, поэтому пока что никаких проблем не возникло. Но он хорошо захватывает реснички, действительно их классно подкручивает. И к эффекту от этого девайса у меня пока что нет абсолютно никаких претензий. Следующая категория это средства для лица. Первое, о чем я расскажу, это средства для бровей. Всего оно у меня здесь отложено в количестве одной штуки. Это маркер для бровей от бренда Reluie. У меня это оттенок Taupe. Очень, кстати, неплохой оказался маркер. У него тонкий фетровый кончик, и он делает достаточно красивые тоненькие линии. Этот маркер, конечно же, пока что не лучше, чем маркер от Lime Crime. Lime Crime ничто не заменит в моем сердце. Но при этом это очень даже хороший заменитель для Lime Crime. Потому что делает этот маркер красивые, натуральные, тонкие линии. Его, конечно же, нужно хранить колпачком вниз. Он к этим вещам очень чувствителен. Маркер Lime Crime, я уже говорила, можно хранить в любом положении. Но если вы храните его правильно, то этот маркер сыграет вам очень даже хорошую службу. Как видите, здесь красивый оттенок. Не холодный, не теплый. Очень нейтральный. Иными словами, с ним все очень просто, быстро. И пока что мне этот маркер очень даже нравится. А помимо всего, он еще и бюджетный. В качестве тональной основы я отложила себе два средства. Во-первых, это тональный крем от Estee Lauder. Это Futurist. Я его показывала в одном из предыдущих видео. Оттенок у меня называется Ecru. Это очень хороший увлажняющий крем. У него невероятно легкая текстура. К сожалению, у него достаточно большой расход. По крайней мере, на моей коже. Нужно выдавливать отнюдь не одну капельку, чтобы хорошо перекрыть все недостатки на лице. И сделать ровный тон. Но если абстрагироваться от его цены, невероятный от его расхода, то формула у тона мне понравилась. Он не закатывался в морщинки. Он не жирнился. Хорошо перекрывал недостатки в конце дня. Он тоже выглядел очень даже прилично. И не скатывался у меня с ненужных мест на лице. Пока что к этому тональному средству у меня претензий нет. Но я ни в коем случае не рекомендую покупать его по полной цене. Полная цена у него 4000 рублей. Я же его приобрела на скидках за 200. И именно на скидках я и рекомендую его приобретать. Потому что иначе с его большим расходом это конечно будет большое разочарование. И второе тональное средство, которое я себе отложила, это кушен от бренда Миша. Наконец-то мои руки до него дошли. Я его приобрела еще год назад. Представляете? Аж год, год назад. И только сейчас я его попробовала. На самом деле оказался просто великолепный кушен. У него среднее покрытие. По плотности конечно же. Он невероятно красивую дает кожу. И помимо всего прочего, наносить им макияж это дело невероятно быстрое. Он не дешевый. Очень даже не дешевый. Но на мой взгляд, он отрабатывает абсолютно каждую вложенную в него копейку. Просто великолепное средство. Пудры. Пудры у меня две штуки. И обе рассыпчатые. Во-первых, это давным-давно любимая мною пудра от Evelyn. Банановая. Это пудра желтенького цвета. Она действительно пахнет бананом. Она очень хорошо матирует лицо. Закрепляет макияж. Кроме того, данная пудра дает очень красивый, бархатный и зашлифованный эффект. Кожа становится очень ровная и однородная. Не видно пор. Не видно никаких проблем на коже. В общем, действительно красивая пудра, которая и фиксирует макияж, и которая также сглаживает рельеф. Очень и очень неплохой экземпляр. И вторая тушь. Это Arcee May. Я ее купила 100 лет назад. И, честно говоря, крайне мало ею пользуюсь. Здесь, как видите, какой-то бешеный объем этой пудры. Не знаю, зачем ее тут столько. Но эта пудра должна хорошо фиксировать зону под глазами. Я пробовала эту пудру. И как-то не впечатлилась. Она не сделала ничего особенного у меня под глазами. Собственно, потому-то я ею и не часто пользуюсь. Сейчас же я хочу ее пересыпать в какую-нибудь небольшую баночку, где было бы удобно ее доставать. И попробую с ней заново подружиться. Кстати, здесь очень неудобная упаковка. Здесь, как видите, очень большие дырочки. И каждый раз, когда я пытаюсь эту пудру высыпать себе на руку или на какую-то поверхность, высыпается очень и очень много. Это, конечно же, не проблема, учитывая ее объем. Но все же, согласитесь, не очень хочется тратить средства впустую. Про консилеры забыла рассказать. Отложила себе на декабрь два консилера. Первый это Evelyn Magical Perfection. Отложила его, потому что он как раз таки хорошо подходит к цвету моей кожи. Он не высветляющий. И, помимо всего прочего, это консилер легкой слэш средней плотности. Он красиво выглядит на коже и не вызывает абсолютно никаких проблем. Иными словами, просто хороший работающий консилер. И второй консилер я себе отложила. Это Stellar. Он выполнен в виде вот такой вот ручки. Это, конечно же, явный закос под Estee Lauder Double Wear Concealer. Но почему бы и нет. На самом деле я не впечатлена этим консилером от слова совсем. Он не сделал ничего особенного на моей коже. Но я хочу дать ему второй шанс и, быть может, с ним подружиться. Бронзеры. Бронзеров я себе отложила два. Во-первых, это Butter Bronzer от Physicians Formula. Про него я уже сто раз вам рассказывала. И это становится уже неприлично. Но я пытаюсь его просто допользовать до конца. Потому что в нем уже образовалась дырка. Поэтому я считаю своим искренним долгом его использовать. И использовать. И еще раз использовать. А второй бронзер, о котором я хочу вам еще раз рассказать. Это Charlotte Tilbury Airbrush Bronzer в оттенке Medium. Я уже про него несколько раз говорила на канале. В основном я говорила то, что этот бронзер не делает ничего особенного. И я его, в общем-то, вам не рекомендовала. Но я заметила то, что мнение мое пошатнулось. Действительно пошатнулось. Несмотря на то, что он не делает ничего особенного на вашей коже, казалось бы. Но рука у меня к нему тянется очень часто. Необъяснимо, но факт. Рука тянется. Данный бронзер дает повседневный эффект. Он и не рыжий, он и не холодный. Он красиво смотрится именно на моей коже. Он быстро наносится. Никогда не пятнит. Он никогда не выглядит так, как будто бы вы потерлись ржавую сковородку. Нет. Он всегда выглядит уместно и красиво. И когда мне хочется сделать быстрый, простой, но симпатичный макияж, я всегда беру этот бронзер. Так что все-таки я была на его счет не права. И буду активно им пользоваться в этом месяце. В качестве румян я отобрала себе всего лишь одну штуку, которую я хочу обязательно пользоваться. Это вот такие румяна от бренда Bell. У меня это оттенок черт знает какой. А, оттенок номер 3, извиняюсь. Симпатично выглядят данные румяна. У них дешманская, конечно же, упаковочка. Я отдаю себе в этом отчет. Но они дают достаточно симпатичный эффект на щечках. И хайлайтер. Я отложила себе две штуки. Во-первых, это Наташа Денона Айнит и Ньют Глоу. Этот хайлайтер я сейчас использую чаще всего. К нему постоянно тянется рука. Потому что он не подчеркивает текстуру кожи. Он выглядит очень красиво. Он не ярко блестит. Он не привлекает на себя все внимание в макияже. Но при этом он всегда заметен. И он всегда есть. Очень-очень красивый результат. Немножечко даже есть влажность у кожи. Но, конечно же, самая большая его заслуга – это то, что он не подчеркивает мою текстуру кожи. И второй хайлайтер, который я себе положила – это Mary Lou On The Balm. Тоже не могу от него оторваться. Хоть и показывала его уже, наверное, сотню раз. На самом деле у него очень красивый оттенок. Он тоже хорошо ложится на кожу. Не подчеркивает текстуру. И я его в особенности люблю за то, что он не содержит в себе тальк. Я заметила то, что от тальковых средств у меня все же текстура кожи ухудшается, если использовать эти средства часто. Поэтому я периодически стараюсь использовать средства без талька. Бренд The Balm не содержит тальк в своих средствах сухих, что очень важно. Поэтому я часто использую эти хайлайтеры, румяна от этого бренда, также бронзер. И также тальк не содержит в себе, как правило, кремовые продукты, которые я тоже периодически стараюсь использовать. И также совсем забыла про кремовые румяна от бренда Шик. Я их уже несколько раз показывала. Отложила их, потому что они кремовые, как я уже сказала. И я с ними еще не наигралась. Оттенок у меня номер 04. Очень красивые румяна делают деликатный, красивый, но стойкий румянец. В общем, пока что у меня к этому средству претензий нет. Но мне кажется, что здесь пошло какое-то небольшое изменение формулы. Я каждый раз, когда используете румяна, стараюсь их взбалтывать. Но раньше текстура была более кремовая, сейчас она стала более жидкая. Такое ощущение, что там просто формула немножечко расслоилась. И вот такая неприятная ситуация произошла. И последнее, о чем нам с вами стоит побеседовать, это средства для губ. Карандаши, как видите, я себе не откладывала, потому что я их терпеть не могу. А вот помады различные, это мое. Я себе отложила 4 средства. Во-первых, это вот такой вот стик от бренда Honest Beauty. Оттенок у меня Blossom. Это полупрозрачный стик. Он на коже, на сводчах кажется очень-очень уж незаметным и полупрозрачным. Вот такого он персикового цвета. Очень, кстати, симпатичный оттенок. Он не смотрится так, как будто бы вы во что-то ржавое влезли губами. Нет. Он очень красиво подчеркивает цвет губ. Он придает теплинку макияжа. Также он красиво смотрится, но, к сожалению, быстро съедает. Второе средство, которое я планирую использовать, это блеск от Alien. Вот так вот он выглядит. Очень много я слышала на него хвалебных отзывов, и поэтому все-таки решилась в Черную пятницу его приобрести. У меня это оттенок 105 Ural Copper. На самом деле блеск смотрится невероятно красиво, но вот можете посмотреть на него в свотче. Очень красивое сияние, просто какая-то безумная-безумная красота. Это что-то невероятное. Он, конечно, полупрозрачный. У него содержится внутри очень много блесточек, но на губах он мне не очень комфортен, потому что я чувствую эти самые блесточки на губах. В самый первый раз, когда я только попробовала, возможно, были какие-то не очень удачные экземпляры у меня непосредственно на спонжике, и в первый раз использования вообще было ощущение, будто бы это какие-то огромные скрабирующие частички, а не блестки. В последующие же разы это ощущение уменьшилось, быть может, действительно просто что-то присохло к спонжу в первое использование. Но сейчас этот блеск приятен на губах, он создает приятную мысленистую текстуру, ухаживающую, питающую, не хочется постоянно губы напитывать, но все же я эти блесточки на губах ощущаю. Третье средство это тоже блеск бальзам, это бренд Nars, оттенок оргазм. Это уже в отличие от предыдущих блесков розовая версия, у нас, как видите, была персиковая, какая-то прозрачная, золотистая, и Nars это розовый вариант. Действительно красивый блеск на моей коже, на моих губах, он смотрится очень красиво. У меня губы сами по себе именно розовые по тонам имеют, и поэтому этот блеск на них смотрится особенно выигрышно. Он не делает губы супер розовыми, он просто улучшает ваш цвет губ, делает его более красивым, более привлекательным и более манящим. И, соответственно, он достаточно быстро съедается. И последнее, что я собралась использовать, это все-таки помады, наконец-то, а не блеск. Помады Guerlain, тоже ее показывала уже недавно. Оттенок у меня номер 6, это розовая яркая, пыльно-розовая помада. Она пигментированная, и отлично подойдет на тот случай, когда не хочется никаких полупрозрачных блесков. Ну что ж, вот такая косметичка месяца у меня вышла. Если вы что-то из этого уже пробовали, то обязательно пишите свои комментарии, посмотрим, разнятся ли у нас мнения. А на этом я буду заканчивать свое видео. Большое спасибо всем, кто досмотрел его до конца. Если оно вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok